Особое мнение на 101FM И внимания наших слушателей займу Расскажу про сегодняшнее происшествие Вчера, когда в городе этот самый снежный коллапс случился В моей квартире случился коммунальный коллапс Как говорят в народе, канализация стала плохо уходить Ну и естественно я звоню в обслуживающую организацию Это самая замечательная, по-моему, в городе обслуживающая организация Называется Жилкомслужба Располагается на улице Сурикова, 15 Там, где находится и центральная коммунальная служба Небезызвестная, да Мне сходу говорят, так это платно будет Я говорю, с чего вы взяли? Так у вас проблема-то в квартире То есть, видимо, нужно прочищать Я говорю, ну я с тоже долей уверенности могу сказать Что это проблема общего канализационного стояка Нет, это у вас, вот придет слесарь с ним Договариваетесь на конкретную плату Тут меня передергивать начинают Потому что когда я слышу о том, что нужно кому-то Из рук в руки суммы передавать У меня сразу как-то вот меня накрывает Коррупция и так далее Не первый раз уже звонки туда И мне сходу говорят, что это будет платно, платно Ну, знаете, тоже в напряжении же мы все живем Платно-платно как-то остро на это реагируем Я говорю, хорошо, когда придет Фекальных дел мастер-то, так скажем Сегодня В первой половине дня То есть, звонок был вчера То есть, неважно, затопит там меня Не затопит вместе с моей семьей Сегодня Восемь утра жду Девять Нету Десять Нету Одиннадцать Нету Полдвенадцатого приходит человек А я уже все сделал Ну, разобрал, посмотрел Прочистил Там плюс замена запчасти за 200 рублей В общем, все нормально Пришел, сказал, знаете что Ну, слава богу Понятно Слава богу Вот у нас, видимо, все как-то, да Плохо Ну, так это бог дал Хорошо Так это тоже бог дал Вот смиримся Это я к чему? Это я к тому, что По моему мнению Жилкомслужба На Сурикове 15, мягко говоря С небольшим рвением Относится к исполнению Своих обязанностей Это мое мнение Ну, а теперь к снежному коллапсу Как его отработали, на ваш взгляд Коммунальные службы города Ну, однозначно Это мое мнение Как депутата Неудовлетворительно Вообще Уборка снега Хотя, надо сказать Что это Вот этот сезон не снежный Мы все это видим, да Вот по моему округу Я смотрю Нареканий Такого никогда не было Столько звонков И вот Могу сказать Звонков и вам лично Конечно Вы повлияли на эту ситуацию Помощникам звонят Да И такого, конечно, не было Я шестой год как бы депутат Первый срок был Пятый, сейчас шестой Хочу сказать, что вот набережная Наша гордость И Александровский парк Так плохо никогда не убирался И вот просто Столько звонков Мне никогда не было В Александровском парке Я сам рядом живу На зарядку бегаю Там утром прогуливаюсь Часто рано Вот И, конечно Вообще Просто не огребено И хочу сказать Причина вот Видна У нас до этого Кировская фирма убирала Чистила набережную И всегда это Я видел как бы Это маленькая машинка Когда-то прошла Да С отвалом И чистила Вот И широкую дорогу В Александровском парке А сейчас У нас выиграл конкурс Представляете Маленькая Фирма из Татарстана Да Это на субпотребне Находится Я полагаю Фирма Так называемая Восток И у меня сразу вопрос Шугину Илье Вячеславовичу Я вопрос уже на думе Поднимал Слушайте А почему у нас Когда был губернатором Белых У нас появились Пермские компании Даже там Пермская компания Претендовала на Регионального оператора По мусору Там знаете Пошли там Приходили пермские Различные На проектировочные работы Сейчас каким-то образом Илья Вячеславович у нас С Татарстана Не хочу никаких аналогий Но они сами напрашиваются Как люди узнали о Кирове Как вышли на конкурс Как это Что Ну вот Такие моменты Неприятные Они связаны И хочу еще сказать Это один момент Вопрос Клия Вячеславович Можно я тут сразу встал Владимир Вениаминович На мой взгляд Моему глубокому убеждению Не важно Откуда компания занимается Лишь бы она свою работу Делала хорошо Вы не согласны Я с этим соглашаюсь Но смотрите Какая ситуация И вот за 6 лет Это мое мнение Как депутата Уборка снега Вот когда Илья Вячеславович Заступил в прошлом году Да И поменял руководство Там гордормустроя Это основеподрядные организации И там САХ Отсадили Они ушли сейчас Конкурсов фактически Спецавтохозяйства Который занимался Частью там Коминтерн Числи там Сормовской улицы И так далее Некоторые такие моменты Да Оно ухудшилось Почему Потому что Были уволены директора Там ушел И какой-то И состав определенный То есть это технология Это Ведь когда ты что-то делаешь Ты принаравливаешься К чему-то То есть появляется Какая-то компетенция Какой-то навык появляется И вот такое ощущение Или может быть Контроль Ухудшился Но вот Восемнадцатый год Вот когда Это пошло Там помните Тоже был и коллапс Снежный У нас они каждую зиму Случаются Ну вот Я хочу В этом отношении Мы уж привыкшие Я хочу сказать Что там например Тринадцатый год Четырнадцатый Я помню И пятнадцатый Они более или менее Проходили То есть Народ чист Конечно Когда я далек от идеализации Когда знаете Снег валит В большом объеме И сразу там У нас столько техники Просто нет Которая могла выйти И все почистить И у нас нет Ни ресурсов Обеспечить Такое количество Транспорта Водителей И так далее Но проходит День-два-три И не все вещи Не все улицы Чистятся Примерно Александровский парк В этом году Я ставлю негативный И вот Обязательно Разберусь с этим Проведу Что за фирма такая И Самое-то главное Может быть Это случайность Но Погодите Случайностей не бывает Мы же уже большие Люди взрослые Никто с них похуже Не требует Я не против Иногородних фирм Но тогда они Делать должны лучше И дешевле И технологичнее А так Делают хуже По деньгам Не знаю пока Там нужно посмотреть На каких условиях Они работают Но вопросы возникают Так Если сейчас Сделать некую выжимку Некие выводы Да уже По ситуации В городе После снегопада Вы вас Неудовлетворите А что нужно делать Ну я считаю Нужно задавать вопросы Главе администрации Мы ему зададим А он в свою очередь К генеральному подрядчику Видимо Это его работа К ГДМС Должен задать вопросы Да Ну вопросы Насколько я понимаю Сегодня были заданы Утренняя планерка Сегодня была В 6 часов утра Как пишут СМИ И в том числе Илья Вячеславович С претензиями Опять обратился К подрядчикам Пожурил в частности За неочищенные дороги Простите За неочищенные тротуары И остановки общественного транспорта Да Это проблема Мол Центральные улицы города Да Были почищены Два раза даже там Техника прошла С утра В социальных сетях Фотографии Тех мест По которым им пришлось Идти на работу С утра Ну вот смотрите У нас Этой схемы До сих пор нет Уборки тротуаров Это кстати Даже для людей Наверное больше Там Автомобилисты не все А по тротуарам Ходим и все Да И вот это Кстати многие водители Забывают о том Что выходя из машины Они пешеходом становятся Согласен с вами полностью И вот уборка Остановок и тротуаров Она была проблемной всегда И у нас до сих пор Эта схема технологий Она не создана Гордормострой Когда я с ними разговаривал В свое время Они говорят Ребята мы дорогу чистим Гордормострой Ну понятно Что некоторые Там вот эти тротуары Они рядом с домовладельными Давайте работать С управляющими компаниями Давайте найдем крайних Которые будут отвечать За уборку снега Это естественно Это нормально Это логично Господь Бог Там не придет Не начнет убирать Правильно да То есть это дело Рук человеческих Земных И администрация города Она не может Физически Не финансово Обеспечить Очистку всех тротуаров Погодите Но создать схему Создать правила Подзаконный какой-то акт Если необходимо Давайте на областном уровне Примем закон Обязывающую схему Какую-то логичную По какой причине Это управляющая компания Или владельцы Какого-то домовладения Должны чистить Тротуар Который проходит Рядом с их домом Вот и все И вследствие этого Спрашивать А сегодня мы даже Не подошли Нет такой схемы Она есть на некоторых Участках Но не включает Локально всю систему Пешеходную И самое главное Вот с остановками С 13-го года Мы спорим Когда там были Какие-то магазины И помните Мы их позакрывали Ну я наверное сторонник То же самое Чтобы на остановках Не торговали Алкоголем Сигаретами Но На тот момент Я помню Сбербанк на нас выходил Хотел взять 90 остановок И создать там Определенные Ну поставить банкоматы Например Ну то есть Свою тему В общем Свою тему Продвигался Сегодня считаю Что все остановки Можно абсолютно найти Пусть несколько подрядчиков На разных условиях Мотивационных Кто-то разместит там рекламу И будет обслужить эту остановку Кто-то там Разместит Ну может быть банкомат Снова обратится к Сбербанку Еще раз проговорить Насколько это актуально Сейчас не знаю Может быть С какими-то сетями Разговаривать То есть создавая Не противоречивая закону Условия Отдать бизнесу То есть понимаете Задача власти Ведь не просто Не забываем Что бизнес платит налоги Это рабочие места Это очень важно Ну это классика Так делается Во многих Более развитых городах И не надо городу Заниматься самым уборкой Как у нас сегодня Некоторые вещи делают Ребята Это организационная работа Государства Это организационная работа И если ее нет Значит Администрация города Не справляется Со своей Как бы деятельностью Причина еще Такого коллапса Который есть По многим направлениям Я это вижу Ну это сегодня Год прошел С того момента Когда Илья Вячеславович Заступил у нас Да Уже побольше года Ну да Надо сказать Там это был По-моему С 10 декабря Он заступил официально Утвержден был 31 октября Вот Не создана команда Есть определенный хаос Я это вижу То есть там Илья Вячеславович Сам Там Негодует Я это знаю Там по разговорам И так далее Но это понятно Создайте команду До сих пор Вот я бы там Двух-трех-четырех замов Просто бы поменял Это оставшееся От старого руководства Ну которые Я считаю Они Ну Поменяли в смысле Давайте же сейчас скажем На новых людей Выгнали бы Да Уволили бы Уволили бы Вынудили бы уволить Потому что люди Откровенно не справляются С этими Но если Илья Вячеславович Так удобно Мало того Несколько замов У нас приходило И уходит Человек который должен Заниматься инвестициями Картинский Антон Викторович Да Пришел 4-5 месяцев И ушел Вот еще один момент Сейчас Муниципальное предприятие Кристал Там были определенные Нарушения А давайте мы к нему Перейдем уже После небольшой паузы Разберемся Это очередной скандал Связанный с МУПом Буквально накануне Стало об этом известно И хочется услышать Конечно ваши комментарии Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Через полминуты вернемся Особое мнение На 101FM Итак МУП Кристал Владимир Вениаминович Накануне Появилась информация Что в злоупотреблении Полномочиями Подозревают Простите Директора Этой организации Кристал Это городская прачечная Как установили сотрудники Управления ФСБ Женщина-руководитель Давала незаконные указания Об использовании техники И труда сотрудников Учреждения В интересах Своей родственницы Предпринимательницы Которая по контракту Выполняла услуги Для одного из Медицинских учреждений Кирова Ну и так далее В общем классика жанра Ну я вам даже расскажу Это известный факт Уже на год два с половиной Мы пытались Выйтили на возбуждение Уголовного дела Мы депутаты Да Еще старого созыва Но нам не дали Несчетную палату туда послать Ну была Как сказал мой коллега Ерохин Коррупционная система Была создана Денис Ерохин Ныне возглавляет комиссию По ЖКХ транспорту И этот был случай Классический Тем более он длился Не один год А даже несколько Откровенно Директор муниципального предприятия То есть предположим Является конкурс Медицинскими учреждениями Образовательными учреждениями На постирку Постирка халатов Белья Детские сады Ну это понятно Да 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 И почему-то Муниципальное предприятие Не заявляется Но заявляется Индивидуальный предприниматель Который является дочерью Директора муниципального предприятия И берет там условно Говоря так цифры беру Условно Ну для того чтобы понимать Например Полтора рубля Да Выигрывает конкурс Там на медицинское учреждение Ну там на какую-то За какую-то единицу Постирочную А платит рубль 63 копейки Предположим То есть там разница была Ну настолько Когда мы спрашиваем Директора муниципального предприятия Да А что же вы сами-то не участвуете А та У нее нет ни постирочной ничего Она размещает заказ Муниципального предприятия Ну в моем понимании Это чистой воды коррупция Но еще Вот Систему Коррупции Вот этой болезненности Вы не забывайте Прачечная муниципальная Кто возбуждается Управление Федеральной службы безопасности Извините У нас Федеральная служба безопасности Будет заниматься Такой ерундой Ну соответственно Если она занимается И в рамках Вот того уголовного дела Который по парку победы Вы знаете Взаимосвязь она есть То есть потому что Ну муниципальное предприятие Это АБЭП Должно заниматься Да Это простое Это не такое сложное Соответственно Это видится И я думаю Федеральная служба безопасности Сегодня рассматривает И соглашается С позицией депутатов Некоторых Да Что это была коррупционная схема И система Прикрытия Крышевания Гласно Негласно Получение финансов Получение какой-то выгоды Вы намекаете на то Что ниточки могут Сводиться Я не намекаю Вернее высоко Высоко наверх Я говорю По крайней мере Что гасили Все попытки Нас в пятом созыве Там Сандалов Витальевич Я Через Татьяну Ивановну Возбуждать уголов дела Или направлять счетные палаты Они просто Гасили сидим человеком Быком Владимир Васильевич Я так говорю откровенно Это было неоднократно Поэтому Ждем результатов Поэтому В общем вы не намекаете Я в открытую говорю Я не говорю Что там с Кристаллом Владимир Васильевич Быков Конкретно что-то получал Или что-то там Но То что он не принимал Как должностное лицо мер Ну это налицо Мало того Он противодействовал Инициативе Депутатов А известно Вот этот Кристалл Он насколько Был прибыльным Уж Или вообще Не был прибыльным Ну Вот Мы смотрели сейчас Да За Разглад Восемнадцатый год Выручка Вот Для людей Тридцать два миллиона Оборот 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 Прибыль Там Вот Не совру Там 800 тысяч Да Или какая-то такая Небольшая Показана Но При условии Что там Выиграли конкурс Другую Отдавали нам Крохи Да Муниципальные предприятия Вот такая существовала система Так это нормально Мало того Мы Вот Счетная палата Такой например Вскрыла факт В семнадцатый год В семнадцатом восемнадцатый Директор муниципального предприятия Направила семьсот тысяч На празднование нового года Там на ресторан Вот на это все Семьсот тысяч А показывает прибыль Какую То есть У нас откровенно Многие муниципальные предприятия И на сегодняшний день Некоторые директоры Муниципальных предприятий Просто используют это Как частный бизнес Зачем строить Зачем рисковать Вы говорили об этом Находясь на такой должности Люди воспринимают К сожалению Это как свое собственное дело Конечно Забывая о том Что это все таки Городская казна Плюс Вот еще хочу сравнить Вот сейчас разгорается Такой определенный конфликт Знаете про энергопроект Слышали да Такую вещь Энергосервисный контракт Вы имеете в виду По замену светильников В городе Двадцать шесть тысяч Шестьсот Двадцать шесть тысяч Шестьсот Светильников Рекомендуется поменять Это логично Мы об этом говорили давно Еще там в пятнадцатом Поднимали Заменить натриеволампы На светодиодные Да По оценке специалистов Есть Это примерно 140 миллионов Надо Да И вот первый этап Выиграла Ростелеком Да Притом Нижегородский Да У нас есть филиал Подчиненность такая Хотя я считаю Это мое личное убеждение Сто процентное И есть экспертное заключение Инженеров Не директоров Там Господина Ишутинова Или Петропавловского А инженеров Которые Ну люди Это же гражданская позиция Общественная Открыта Я всегда пользуюсь Например Информацией Бумагами Копии Которые дают Не директора Потому что они боятся Лишиться должности То есть у них прямое давление С возможностью Не выдавать Как бы Конкретно Фамилию этого человека Не Потому что Ну вот Откровенно Там Глава администрации Может после этого Снять такого человека Считая что это Как бы Человек который Зает информацию Это неправильная позиция Это Нечастная ваша фирма А администрация Это общественный интерес Если вы не готовы К этому Мне нужно Занимать эту должность И Самое-то главное Знаете Вот Я выступил На думе В декабре И Многие депутаты Кстати поддержали Мою там И Разная партия Тут не по партийному Суть вашего выступления В чем была Вы тоже Средоточили Я считаю Что нужно было Эту замену Проводить Инструментом У нас есть два инструмента Муниципальные предприятия Кировсвет Специализирующиеся на этом И Горэлектросеть То есть два предприятия Которые напрямую связаны С электрикой Ничего там сложного нет И я Как говорил Я Вячеслав Шульгин 140 миллионов Вот Они нам вложат Ростелеком А потом в течение Пяти лет Будут получать 400 миллионов Ну или там Контракт рассчитан На 7 лет Вот они поменяются За год Или за два года Все лампы А потом в течение Вот эту разницу А представляете И сам Ростелеком На городской думе Можно посмотреть видео Сказал Мы получаем прибыль Где-то порядка 400 миллионов Представляете Вложить 140 И получить 400 миллионов Слушайте Тут на лицо Вот денег Только в самых Радужных снах Такое могло бы присниться Представляете Самое главное Я предложил Что вы предлагаете Я сказал Взять кредит Муниципальному Он говорит Что к администрации Я говорю Нет Кировсвет И горэлектросеть 140 миллионов Взять Пусть даже Под 12 процентов Это 24 процента Но 140 И посчитаете 400 миллионов Так-то Извините 300 процентов Мы потратили За два года Окупаемость Там Ну кто-то говорит Ну я считаю Что два года Это достаточный срок Даже меньше Для того чтобы За счет вот этого Экономии По мощности Да То есть светодиодные Эффективнее Но Электроэнергии Меньше будет Потрачено Примерно В 2,5 раза Вот я знаю Проекты Которые мы Усещали На предприятиях Освещение Оно окупается Хотя это новые лампы За 7 месяцев Примерно 7 месяцев И коэффициент Сокращается В 2,5 раза То есть Дешевле То есть Меньше энергии Начинает Бирать эти же лампы А качество освещения При этом возрастает Вот И такую же систему Я предлагал На что мне сказал Извините Но это же инвестиции Я привлекаю инвестиции Слушайте Говорю Все самые выгодные инвестиции Вы отдаете Сторонним организациям У меня есть подозрение Что здесь Ну По крайней мере Признаки Какого-то коррупционного С которым нужно разбираться На что он обиделся На что он обиделся Там накрутил Кира в свет Что якобы Сказал Что Яшутинов якобы Мне это говорил Я на думе сказал Это экспертно Это инженер Это человек Который там до сих пор работает Я не собираюсь Тем более после этого Называть эту фамилию Но я бы хотел сказать Что на этой думе Вот экспертное заключение Выступил Ростелеком Я хотел бы Чтобы директор Кировсвета Высказал свое мнение И директор Горэлектросети О чем мы с этим справиться Не можем А мы на комиссии По-моему это в ваших силах Настоять на том Чтобы они были заслушаны Илья Вячеслав Шульгин Не считая так И сейчас он их запугал Вот я попытался Сейчас их пригласить В январе на комиссию По этому вопросу Мне поставили блок То есть они боятся Откровенно И я думаю Что к сожалению Илья Вячеславович Выглядит в этом плане Я его ни в чем Пока не обвиняю Но признаки есть 140 миллионов Слушайте Что за дураков Людей-то держать И поэтому У меня возникает вопрос А чем занимается Глава администрации Ты пришел Если ты считаешь Что развитие Это поменять светильники Компании Что Ростелеком Является Производителем Этих светильников Нет Он также будет выходить На тендер Четыре в основных Производителя в России А почему мы За счет муниципальных Предприятий Не могли И это бы Прибыль 400 миллионов А село бы На счетах Наших муниципальных Или Кировсвета Или Горэлектросети Хотя считаю Более правильно Кировсвет И налоги Были здесь заплачены Конечно И когда глава администрации Так себя ведет У меня возникают Вопросы Вообще Павелевич Славович Я пережил Как бы уже Третий глава администрации У меня есть такие ощущения Что он психологически Начинает выгорать И он может просто Не выдержать И подать заявление Об уходе Почему? Потому что Откровенно не справляется Первый признак Вот этого Того Что бы хотелось посоветовать Он меня не слушает К сожалению Я к нему не могу Попасть на прием Что в моем понимании Считается просто Нонсенсом Что Не создав команду За которой бы он мог Вот есть По ЖКХ Есть там По финансам Есть там По дорожно-транспортному Если человек занимается Так он решает все вопросы А сейчас все замыкается В основном Ильич Славович Владимир Вениаминович Чтобы добить Часовую тему То о чем вы сейчас рассказали Суть ясна Но у вас же есть возможность Как у человека Как у депутата Обратиться в компетентные органы С просьбой проверить Вот смотрите Я с этим согласен Тонкости этого контракта Ну вот Вы Мы все люди Там все говорят Там мы гуманисты Там христиане И так далее Я все-таки считаю Остановить возможность Ну Уголовное дело Это крайнее Понимаете Мера Да Как в хирургии Отрезать Это самое последнее Надо попробовать Вылечить это Пока я надеюсь Я надеюсь на это Но никто Видите Тут сложно доказываться Состав Тут я считаю Должны Так это не вам уже решать Это компетентным органам Я понимаю Что вы знакомы Хорошо там С деятельностью Они будут решать Я с этим согласен Я с этим согласен Но вот доказать факт Конкретно Тут же для того Чтобы уголовное дело В отношении какого-то лица Например Возбудить Нужно доказать Передачу денег Какой-то корыстный мотив То есть Передача денег Получение каких-то Преференций Там Льгот Этого нет Но налицо Вот 140 миллионов Как мы Центральный рынок В свое время Чуть не отдали Представьте Такая глупая схема Ну просто тупая Которую нас хотели разлисти Был бы второй Парк Победы Как с Парком Победы Вывели Что считали Из-за дуроков Такая же ситуация За 338 тысяч Продали парк А там Уже впоследствии Его продали 160 за 180 миллионов Слушайте Вот она коррупция Так здесь Такие же мысли 140 миллионов вложи И получишь 400 миллионов прибыль Тем более Это никто не скрывает Ростелеком пришел на думу И нам об этом говорит И говорит Но мы вот это То есть Знаете вопросов Плюс не производитель ламп Плюс Я считаю Что Леонид Вячеславович Он делает аналогию По концессии Когда по теплу То есть сначала вкладывают А потом получают прибыль Но извините меня Если ты Во-первых Срок службы ламп В основном Максимальный 5 лет И то это там Хороших производителей Это не китайцы Это вот-вот-вот-вот-вот-вот Но 5 лет А мы получаем Вот этот энергопроект 7-летний То есть мы первый год Вложили Слушайте К концу 7-го года Нам придется заново Менять по крайней мере Лампы А сейчас система такая Осуществляется Что есть варианты И светильник лампы Это единый комплекс То есть это недорого И так далее Я считаю Мы могли бы Мало того Спецлистам Но это должно быть Экспертное мнение Такое более Но вот Те же люди Которые мне говорили Уже с гор электросети Тоже не Петропавловский Я с ним не общаюсь Лично не знаком Ну Видел на комиссии С ним не общаюсь И Сушутина в том числе Вот Которые говорят Можно было бы сделать Что такое светильник Это отражатель Можно светодиодные лампы Вставить в существующие И нам бы потребовалось Эти же 26 тысяч Ну порядка где-то Мы примерно говорили Это 11 миллионов рублей А кто мешает этим путем Самое главное Мы понимаем Что для города Вот эти высвободившие 400 миллионов Это возможность Осветить другие улицы Мы их не потратим Мы их как в прибыль Не получим А у нас это не все хорошо На краинах Это возможность развивать И когда Шульгин отдает За 140 миллионов Сторонней организации И плюс им отдает Конкретно прибыль 400 миллионов рублей То соответственно Он лишает город развития Освещения других улиц Или что Он хочет нагрузить Нам нужно освещать улицы Еще дополнительные бюджетные средства А у нас их нет И когда это говорят Ну я считаю Как минимум Это ну некомпетентность Ну глупостью Сложно сказать это Я не считаю Лея Вячеславовича Там глупым человеком Но есть Есть какой-то скрытый смысл Который мне как депутату Непонятен Поэтому я вижу это Есть признаки для меня Коррупционные Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Подошло время рекламы Она продлится Полторы минуты После чего Мы вернемся К нашему разговору Особое мнение На 101FM Владимир Журавлев Депутат Кировской городу Мы подражаем Продолжаем разговор Очень хотелось бы Про детские сады поговорить Мы обязательно Про них поговорим Потому что Владимир Вениаминович Глубоко погружен В эту тему Безусловно Но перед этим Хотя бы кратенько Я попрошу вас Высказаться Два таких громких дела От 2018 года Дело Парка Победы О котором мы Уже упомянули И дело ЦДС У меня тут один вопрос Все-таки Есть ли у вас информация Как продвигаются Но я понимаю Тут лучше Компетентным органам Задавать этот вопрос Но все-таки Вот у меня еще вопрос Такой возник Тот факт Что Никулин скрывается Не тормозит ли это Вообще весь процесс Может в том числе И на это расчет есть Ну вот смотрите По Парку Победы Однозначно идет все Я не знаю всех нюансов Это следственная тайна Все это понимают Все мы знаем Что один человек Задержан Один человек задержан По этому факту Притом та сторона Которая купила у нас 338 тысяч И продала дороже То есть там одна цепочка есть И по логике Я как юристы вижу И по ЦДС То же самое Задержан два человека Директор, главный инженер Но главный организатор В моем понимании Потому что мы инициировали Этот процесс В том числе в Думе Я хочу сказать Что вот эта Дума Тут буквально там 6-7 депутатов Те которые Ну Занимают принципиальную Гражданскую позицию Слава Богу В той Думе было там Может быть 2-3 человека Всего лишь Да Разросся Тем более тут из разных партий В том числе там Юрий Владимирович Лимпензон Хотя вроде Единая Россия Но он занимает Всегда такую Ну такую гражданскую позицию Очень молодец Интеллектуально там Во всех вопросах участвует И Ерохин господин Да Коллега И там и там Придет к логическому Как бы завершению Но я считаю Что тут по ЦДС Вопрос Рыболовлев И Ганьба Ганьба Задержаны Да Главинженер Вот Там конечно Организатор Большую роль сыграл И не было невозможно Без Господина Никулина Который И не просто Ведь так он В бега ударился Да И в розыске Сегодня федеральный Находится Кстати он взял Недавнее времени Комиссию по регламенту Этики Представляете Ну Юрий Лимович Вы благополучно Приняли решение Я это понимаю Но год Кто назначал его Я думаю Назначал тот человек Который Сегодня будет фигурантом И по парку победы В том числе Да Он является Вызглавлял партию Оригинальное Отделение нашей Единой России И так далее Не считая партия Плохую Единую Россию Считаю Плохо Портят Те люди Которые Эту форму Заполняют Да Никулин Скрывается Не просто так Потому что Откровенно И тем более Его хвост Торчит И в Ленинской Управляющей Компании По которой Уголовка Отдельная И по автотранспортному Предприятию Он был Представителем В совете Директоров От Единой России Вместе с Медовиком Сергеем Борисовичем Который является Фигурантом Тоже Вот этих Всех Событий И так далее Это люди Которые были Близки Быкову Владимиру Васильевичу Откровенно Все это Понимают И То что он В бегах Это доказывает Вину Понимаете Если человек Не виновен Чему бежать Логично Чему бегать Это просто Вопрос связан С тем Что он Тормозит Не тормозит Нет Не тормозит Просто там Несколько человек Под подпиской О невыезде И они сотрудничают Со следствием И у меня Какая-то сведения Есть Все идет Своим логическим путем И Того результата Которые Ожидают Это Задержание И в конечном итоге Я думаю Что будет Приговор суда В отношении Человека Который Все Все говорят Об этом И ждут Я думаю Что он будет Прорабатываются Разные варианты Притом Возникают Там разные эпизоды Не только По этому делу И следуется Вопрос По коррупционному Там сейчас Еще по одному участку Будет уголовное дело Московская 98 Там тоже Уши торчат Такие же И там вообще Просто бардак Там уже допрашиваются Люди Не только Глава бывшего Мамеда Наталья Тулина Другие работники Была информация СМИ Тот хотел найти Тот нашел Безусловно И понимает Сейчас о чем Вы говорите Хорошо Детские У меня сомнений Что будет Приговор Суда У меня сомнений нет Вопрос сейчас В выборе статьи Потому что там Ну есть такие нюансы Ну я думаю Что с приливой С восторжествует Итак детские сады Перед тем как Я попрошу вас Прокомментировать Новость о том Что в этом году Еще 4 новых детских садика Будет построено В областном центре Я напомню Что в прошлом году В конце Были сданы 6 Вот они вот-вот Должны принять Детишек первых И значит ли это Что мы Уверенно Движемся к решению Проблемы Нехватки мест В детских садах Перед этим Все-таки хочу У вас рассказать Историю Вы перед началом Программы Сказали что Есть судебное решение Прямо это Такое Событие Судебное решение Насколько я понял В отношении Конкретной семьи По устройству По месту предоставления В детский сад Расскажите О чем речь В конце декабря Да Сейчас я расскажу Давайте мы Немножко исходно Вот эта проблема С 13 года При господине Быкове Она торпедилась Хотя в 15 году Мы ввели в строй 4 детских сада Два построили новых Два выкупили старые Но я всегда ратовал И вот сегодня Глава администрации Рев Шульгин Меня не слышит Он говорит Да это беспрецедентно Мы строим 10 детских садов Такого никогда В городе Кирове не было Погодите Вы пришли на должность Главы администрации А закон четко говорит И конституция И закон об образовании С трех лет Муниципалитет И глава администрации Должны предоставить Места в детских садах А он меня не слышит У нас впервые Говорили Что 600 человек Всего лишь не хватает Для меня в детских садах И мы построив 10 детских садов Вроде бы закрываем Но я хочу сказать В чем заслуга Главы администрации Что нам На 10 детских садов Правительство Медведев Выделило В 2018 году Ну порядка Там 600 миллионов Да 600 с копеечками На 10 яслей В возрасте полутора лет Если бы этого не было Мы-то что делали бы То есть Тут как бы подвинуло Ну правильно решение Илья Вячеславович Там Гурнюма Дмитрия Александрович Приняли Которые сказали Слушайте Если это первый этаж А что простаивать Невыгодно один этаж Нужно делать второй И второй этаж Давайте полноценный детский сад Сделаем С естерной группой И на 19-й год В областном бюджете В городском По 300 миллионов Мы сложились И вот эти 4 детских сада Фактически Вот на те федеральные деньги Мы построили 6 детских садов А сейчас выделив деньги На Из областного Из городского Еще добьем условно говоря 4 И первые этажи Пойдут по той программе Под ясли 10 условно говоря На тысячу мест яслей На тысячу мест В детских садах Но Вот цифру Которая правильная Говорю что Я сейчас говорю Под детские сады С трех лет 600 мест не хватало нам Петринский господин Да говорил То наконец 18 ноября Нам по крайней мере Сказали И эта цифра По крайней мере Сходится с моей 3000 не хватает мест И давайте Если мы сейчас Ведем Ну даже если посмотреть Что мы все Вот эти детские сады Не в ясли делаем Потому что По яслим Закона нет прямого Что мы с полторы Обязаны предоставлять А с трех лет есть И если мы все Направим Условно говоря Это будет всего 2000 Нам не хватает Еще В моем понимании Не хватает 3600 На 1 января Слушайте А летом прошлого года В августе Когда пикет был Более 2000 Цифра приводилась Я говорю Да С прошлого года 3000 Примерно 3000 с небольшим Не хватало места Это откровенно Плюс Департамент образования Значит глава администрации Занимались весь этот год Каким вопросом То есть откровенно Давали В селе Русском До этого там Два-три года назад В Ганино давали Потом в Коминтерне давали Те люди которые в центре По-моему даже вам давали Вы в Уцуме живете Вам дали в Ганино Не в Ганино В районе ДК Родина Но изначально предлагали Коминтерн предлагали Коминтерн да Вот вам Коминтерн предлагали А я вижу Что по закону Когда обязаны Давать в центре И вот мы Терпение закончилось Многие родители Кстати Боялись подавать Сказали Да мы не хотим Департаментам Нам потом вообще Ничего не дадут Считаю что предложение В русском Оно противоречит закону Когда сказано Пешеходной доступности Доступность в законе Говорит детских садов И мы норму Такую с Роспотребнадзора Вытянули Маленький город Например до 150-200 тысяч Должны детские сады Предоставляться В там 300 метров Есть такая норма А если большой город 500 метров 500 метров Ну то что Полкилометра Путин сказал Два квартала примерно Пешеходная доступность Это нормально 7 минут пешочком А когда глава департамента Представляет Что ему нужно ехать В село Русское Представляете Туда автобус идет Минус 45 И при том К 8 часам Это значит Ты туда приехал Пока там от остановки Это метров 800-900 До детского сада Ты отдал Автобус ушел обратно И обратно Следующий автобус 12 часов идет Слушайте Ну это издевательство Мало того Я говорил и говорю Покажите хотя бы Мне одного человека С городской администрации С районной администрации Или с областной У кого дети не устроены Или дети Или внуки В детский сад Таких нет Зато простые Семьи страдают И вот это невидение Я считаю Оно недопустимо В государственной политике И когда мне говорит Илья Вячеславович Что мы построили детское Так этого недостаточно Закон говорит В старое советское время Я еще раз помню Там коммунисты стали Говорят Какая разница Задача стоит Это невозможно Погодите Выбирайте Плюс Всегда говорили А где нам взять деньги Говорю Илья Вячеславовичу И Игорю Владимировичу Васильеву Вот последняя информация Через правительство России Можно взять кредит На Только на социальные объекты Детские сады и школы Однозначно подходят Льготный надеюсь кредит Под 0,1% годовых Очень льготный Кто-то мне скажет Так у нас такой бюджет Ребята Давайте планировать Давайте строить Нам нужно всего там Условно говоря Еще Ну 10-12 детских садов Только по детским садам Решить вопрос Да Если рождаемости не будет Но у нас еще хуже Проблема со школами А школ в моем понимании Вот сейчас мы Три школы за последнее время строим Надо еще 12-13 школ У нас пару минут Владимир Вениаминович Мы про школу уже К сожалению не успеем Я хочу про судебное решение Про судебное решение 25 декабря Областной суд Определением В отношении Я фамилию пока не называю Наталья Она была Вынес решение Что предоставить Место в саду Она указала там 5-6 детских садов В радиусе 500 метров Суд вынес такое Определение Что предоставить Департамент образования Несмотря на то Что у нас там нет мест Никого не волнует Закон прямого действия Обязан администрация Сколько ребенку лет У Натальи Три годика с небольшим Важный фактор На момент подачи заявления Ребенку должно быть Три года Три исполнилось Три года Да должно быть Тогда мы 100% выиграем Притом такой создан прецедент И председатель Суда Областного Тоже фамилию не буду называть Потому что Не спрашивал решение Но он четко сказал Председатель? Да Так это лицо открыто Нет Вот этого суда Областного Вот этой комиссии Да Он сказал Вы не понимаете по хорошему Значит будем по закону Понимаете То есть Если люди не строят детские сады А это какой звоночек Хочу сказать Если 3-4 случая таких будет А я вот В редакцию Звоните Кому детские сады В русском предоставляют Или там еще где-то Не по месту Звоните У нас схема отработает А стоит никаких денег Мы будем подавать Такие иски Мало того Если администрация Не поменяет Своё настроение Скажет Да Нам еще нужно Построить 10 детских садов Мы готовы Притом быстро их строить Надо в этом году Дополнительные То мы в следующем иске Можем заявить И областной суд Нам это тоже сказал Мы можем главу администрации В частности Шульгина Лея Вячеславовича Вызвать в качестве Соответчика Потому что Предоставляют Не глава департамента Образования А по закону Глава муниципального Образования Должна основе Лица муниципалитета Да В общем И это может привести 3-4-5 случаев Массовый характер Может принять решение В общем массовый станов Очень даже перспективно При настойчивости И желании Непосредственно родителей Это по закону Мало того Глава администрации Может быть дисквалифицирован Понимаете Есть несколько случаев Системность Закон такое позволяет Но если это надо И не нужны никакие там Процессы выбранные Выбранные и так далее Мало того Об этом известны Уже администрации Президенты извещены И там С осторожностью Рассматривают вопрос Ну Извините меня Детских садов не хватает Школы не хватает Вы молчите Вы замалчиваете информацию Самое главное это Ну хотите проблемы Вопросы То есть Политика Непростое дело И там удерживаются Люди квалифицированные Не можешь Не Как назывался Гузем Полезай в кузов Нет Ну уйди с этой должности Позволь тому человеку Тем силам Которые Ну смогут осуществлять Нормальное государственное развитие Детская садовая школа Это прерогатива Спасибо Владимир Вениаминович Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Спасибо в том числе За то Что в очередной раз Вы меня так скажем Заставили убедиться Что если не сидеть Сложа руки на месте Если действовать И использовать законные Подчеркиваю Пути воздействия Только законные Только законные Можно добиться Можно и нужно Можно и нужно И самое главное Это будет неповадно Власти Мы их испотачили Своим бездействием Или ну каким-то таким Ну да как бы Что ни вышло Сегодня законы В нашем государстве Нормальные И это и есть Развитая демократия Когда люди умеют И правильно требуют Свои права Если вы не можете Обеспечить Не принимайте таких законов А федеральный центр Принял закон Местная власть Если в Кировской области Не может решить Ну поезжайте за деньгами Вот под 0,1% Социальный проект Спасибо Завершается эта программа До свидания Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM